Более 200 новых пациентов с коронавирусом ежедневно. Такова статистика второго месяца лета. По словам экспертов, виной всему появление новых, более заразных штаммов. Отсюда и такой стремительный рост заболевших. Это и стало причиной введения новых ограничений. Закрываются фудкорты, а корпоративы теперь под запретом. Жители Самары воспринимали такие нововведения с пониманием. Ну, в принципе, я на фудкорты не сильно хожу. Работаю преподавателем, непосредственно с людьми. Ну, где-то это действительно нужно на самом деле. И почему нет? Особенно, если в сфере питания происходит. Мы с позитивом смотрим в будущее. И я понимаю то, что наша администрация делает все лучше для граждан. Кроме того, с 20 июля посещение МФЦ и прихмакерских возможно только по предварительной записи. Это необходимо, чтобы остановить распространение болезни. Честно говоря, я всегда под запись ходила, поэтому ничего страшного, в этом не вижу. И мы уже за два года к этому привыкли. Безусловно, необходимо. Потому что пока у нас в городе не будет вот эти ограничения, люди так и будут толпиться. Люди, потому что, наверное, искренне не понимают всю опасность пандемии. Для начала, чтобы все открыть, нужно сначала всем вакцинироваться, а затем, пожалуйста, можно открывать. Да, мы вакцинируем. Большинство горожан поддерживают новые ограничения и признаются, что уже сделали прививку. А если еще нет, то собираются в ближайшие дни. На вакцинацию, да. Ну, я просто еду за границу скоро, и поэтому вот решила сделать на всякий случай. Вообще, я думаю, что ни одна пандемия не справляется без прививок, без вакцинации. Поэтому надо делать. Ничего страшного. По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч жителей Самарской области. Из них свыше 500 тысяч привиты вторым компонентом. Ежедневно в медучреждения региона от вакцинации приходит более 30 тысяч человек.